Всем еще раз привет, доброго дня. Сегодня традиционно сорсинг-стрим. И сегодня будет немножечко необычный сорсинг-стрим, потому что я с вами вместе хочу составить итеративным способом сорсинговую стратегию по не совсем стандартной позиции. Подскажите, есть ли среди вас такие позиции, как если у вас в работе позиции сейлс-менеджер, клиентский менеджер, аккаунт-менеджер и так далее. Потому что сорсинг, естественно, это не только про IT-специалистов, но сорсинг, в частности, очень полезен для позиций диджитал, для позиций сейлс, для позиций высшего разряда, сейл-левел позиций, для тех позиций, где нужен уникальный поиск, это производство, это промышленность, это инженерия, это вообще все, что угодно. Даже для водителей сорсинг тоже может быть полезным. Поэтому важно только понимать, как именно образом мы сейчас применяем все эти методы и как вы можете эту стратегию, как вы можете определенную логику перенести на ваши собственные позиции. Я, на самом деле, давно задалась следующей идеей. Идеей составить по всем возможным позициям, которые у меня когда-либо были в работе, которые когда-либо были у нашей команды, у наших студентов в работе, сорсинговую такую стратегию. Я вот только-только начала ее составлять на основании и хакатонов, на основании и наших сорсинговых стратегий в агентстве, которые позволяют ускорять поиск и получать результат намного быстрее. Поэтому мы сегодня с вами поговорим. И вы тоже задавайте вопросы в чате, оставляйте свои комментарии под видео, что вам здесь приглянуло, что вы возьмете на себя и так далее. Это еще очень такая сырая, знаете, таблица, с которой, естественно, можно работать. Что здесь есть интересного? В том, что мы с вами будем прописывать разные названия позиций, должностей, прописывать источники, где мы с вами будем искать, какая итерация это по счету, то есть там первая, вторая, третья и так далее. То есть какой у нас будет приоритет. И какое количество результатов у нас есть, например, в итоге этого запроса. И таким образом вы, например, можете простой формулой подсчитать вставка, функция, сумма и подсчитать все ячейки вместе, получить общий результат всех профилей, которые вы собрали. Да, возможно, они где-то у вас будут повторяться. То есть мы с вами, как рекрутеры, в частности, есть на разных площадках, на LinkedIn, на карьере и так далее. Да, но есть большая вероятность, что наши кандидаты чаще всего не будут повторяться. Поэтому вы таким общим взором на всю картину сможете посмотреть, сколько таких вообще кандидатов есть на рынке. Моя ключевая здесь задача – объяснить вам, что это можно переложить вообще на любую позицию, какая бы она ни была. Соответственно, что здесь важно? Важно идти итеративным способом. Давайте вот здесь вот я возьму, наверное, первый способ, и мы его сейчас посмотрим, насколько подходит, потому что я еще не анализировала правильность написания этого запроса. Здесь есть определенный нюанс. Например, «end» у нас не используется. У нас можно один раз только написать «город». Кредитный анализ мы сейчас с вами посмотрим, как еще можно написать. То есть вы можете также придумать здесь ключевые слова, которые вам необходимы. «Business Development Manager». Включаем, например, в кавычки, потому что нам нужно «business Development Manager». Давайте мы попробуем разными способами поискать сейчас BDM вместо OR. Стандартного мы будем использовать с вами вот такую вот палку, которая позволяет нам сократить немножечко количество символов, которые мы используем. Да? Так. «Менеджер по привлечению клиентов», «Менеджер по развитию бизнеса», «Business Dev», «PTM» и так далее. «Казань», «Кредитный анализ». Поехали. 77 результатов. Смотрите, здесь у нас попадается, да, «Shift Executive Officer» и так далее. Давайте мы сейчас попробуем сделать следующее в «Intitle» включить для того, чтобы у нас был чуть получше. Все равно вот здесь вот у нас «Shift Executive Officer» попадается, потому что, ага, потому что, скорее всего, он сейчас не является, возможно, не занимает именно эту позицию. Хотя нет, занимает именно эту позицию. Это интересно. Вероятно, что нам здесь даже подчеркивают, что без кавычек у нас выходит больше результатов. Но давайте мы расширим немножечко нашу локацию. Локация тоже много чего значит. Просто, видимо, в Казани не так хорошо развита эта сеть. Давайте для интереса поработаем не только с Москвой, но, например, с Санкт-Петербург или Минском. Да, давайте Минск поставим. Так. Да, у нас выходят, но не все менеджеры по продажам. Клиентский менеджер. Возможно, у нас здесь есть ошибка в синонимах. Я бы добавила еще аккаунт-менеджер, сейлс-менеджер, потому что у нас есть дальше. Ключевое слово, ключевая фраза – это кредитный анализ. 23 человека. Давайте попробуем на английском написать просто кредит. 347. Сейлс-менеджер ему почему-то не нравится. Ага, вот здесь у нас ошибочка вышла. Вот, уже выглядит намного лучше. 417. Давайте мы здесь еще добавим. Кредит и анализ. 175. Мы просто их не как ключевую фразу сейчас используем, просто как отдельные слова, которые тоже могут иметь значение. Кредит анализ. Вот. Вот, мы нашли эту ключевую фразу. Опять повторюсь, может быть, я где-то не работала, да, с определенными должностями. Вот. У нас уже 5 человек. Но это не совсем то, что мы хотим. Давайте поэтому кавычки уберем. И оставим так, как у нас было. 440. Смотрим на результат выдачи. Результат выдачи нас в целом устраивает. Я бы, наверное, добавила, если бы я сдала, да, какая у нас позиция, там, senior или junior, middle, я бы, наверное, добавила. Но сейчас я этого делать не встану. Давайте мы оставим пока 440 человек. Пусть у нас будет. Так, 440 человек. Формат обрезать текст. 440. 440. И дальше мы с вами идем. Я посмотрю, что до этого было. База клиентов, база клиентов. Для того, чтобы получить, да, какую-то информацию. Так, менеджер по развитию и так далее. В общем, нужен человек, видимо, с базой. Что мы здесь делаем? Мы убираем минус кредит и минус анализа для того, чтобы у нас не показывались те же самые люди. Да, мы их исключаем сейчас с вами. То есть таким способом, атеративным работаем. И добавляем впереди client database. Customer database. Вот он нам здесь подчеркивает. Смотрите, что интересно. Да, мы можем чего-то не знать. Например, как здесь он нам подсветил, что мы кастомеров можем поискать. Ну, вот и к нам пришел с таким. Смотрите, здесь слишком много у нас результатов. 1250 выходит. Это не сильно подходит нам с вами. Поэтому я бы, наверное, добавила еще в intitle, чтобы у нас выходил банк. Так, какие-то банковские структуры. Здесь есть единственный человек, sales manager, который нам подходит. Поэтому, наверное, давайте мы здесь добавим еще fin. И добавим звездочку. Давайте попробуем тогда без intitle. Добавим про финансы. Это те люди, которых мы не видели еще. То есть еще 378 человек, которые в целом нам могут подойти. Так, сколько там было у нас? 378. А как еще у нас могут называться key business development managers? Да, sales manager. Давайте я посмотрю тоже в поргалку. Здесь BTM, account, business development, клиентский менеджер корпоративного бизнеса. Так, ну, давайте попробуем клиентский менеджер написать. И сейчас мы сделаем исключение. Мы исключим все предыдущие должности. Но включим новый синоним, новую должность. У нас выходит всего один человек. Но почему бы нет? Почему бы нет? Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы обратно вернем кредит. И уберем финансы. Немного у нас поломалось. Клиентский менеджер с кредитом. Два человека, два дополнительных. По которым, в целом, было бы интересно походить, посмотреть. И вот таким вот образом, различными итерациями, вы составляете свою стратегию поиска. Мне чуть сложнее сказать, естественно, по sales manager. Но это всегда интересно. Ну, вот по хабр-карьере. По хабр-карьере, я думаю, что не стоит искать. Потому что на хабр-карьере клиентских менеджеров, аккаунт-менеджеров, sales development менеджеров, их практически нет. Знаете, где стоит поискать их? Их стоит искать еще и на фейсбуке. Давайте мы сейчас как раз составим здесь же нам с вами. Итерацию. И попробуем поискать на фейсбуке. Я сейчас отсюда просто скопирую все возможные синонимы. И добавлю Минск. 2880. Вау. Давайте добавим что-нибудь еще. Кредит. 9 человек со словом кредит. Уже хорошо. Повторяются у нас 2 человека. 3 ссылки повторяются. Соответственно, это значит, что наш запрос, он не сильно хорошо работает. Значит, что нам нужно попробовать на фейсбуке другие запросы. Их на самом деле бесчисленное множество. Не то, что мы счисленное множество. Нет. Их всего 5 разных вариантов. Написание поисковых запросов на фейсбук. Это через профайл пикчер. Через in URL people. Давайте мы тоже здесь просто скопируем сейчас. Вот это. Синонимы. Один человек. Ну, что значит, скорее всего, тоже не очень. Но давайте попробуем сейчас через OR, кстати, сделать. Будет ли лучше. Потому что бывает такое, что Иногда индексация производится через OR лучше, чем через просто палочку. Так, я проверяю. В принципе, нет. Разницы нет никакой. Мы все равно заносим это в таблицу. Один. И, например, добавляем здесь вместо... Убираем кредит. Добавляем банковские системы. У нас не 10, конечно, человек. Но, возможно, где-то 7-8 человек выходят. Знаете, почему это важно? Почему не нужно гнаться за количеством? А нужно гнаться всегда за качеством. Потому что вы тысячу людей никогда не обработаете. Поэтому важно понимать, кого именно вы сейчас сорсите. Кого вам нужно посмотреть и захантить. Вот. Это был один запрос. Второй запрос, точнее, по Фейсбуку. Есть еще несколько. Это Аверс Вифа Симилар Нейм. Мы сейчас здесь уберем предыдущий запрос. И все-таки оставим кредит. Не будем его убирать. Потому что это первое. Нет. Давай попробуем таким образом. Есть 361. Давайте теперь попробуем поставить кредит на русском. Один человек. И, видите, другой. Другой человек. В тот раз у нас вышел какой-то иностранец. В этот раз у нас вышло намного лучше. Так. И давайте попробуем поставить банк. 10. 10, 10. Супер. Отлично. Вот это уже похоже на атертитивный сорсинг. Мы убираем тех, кого мы видели. И прибавляем тех, кого, возможно, не видели. С помощью ключевых слов. И поехали дальше. Еще один способ поиска на Facebook. Так. Есть еще у нас через Around. Я загляну в свою шпаргалку. Я всегда пользуюсь своей шпаргалкой. Если быть честной. Так. Вот. У нас еще Аверснеймд есть. Мы берем конструкцию. И мы берем и вставляем эту конструкцию в уже созданный нами запрос. 6 человек. И это тоже другие люди. Я просто запоминаю по его именам. Так. И добавляем минус. Минус банк не будем делать. Добавим лучше кредит отдельно. Вот таким вот образом. Романа мы уже где-то видели, по-моему. Вот. И еще один поиск проверим. У нас здесь вместо Product Manager нам сейчас нужно с вами вставить вот синонимы этих ролей. В принципе, скобки можно и не ставить, но для того, чтобы у нас сохранился синтакс из-за Янджима не перепутал. И вместо мы ставим минус. Беларусь. Пробуем. Не срабатывает. Угу. Еще. Еще десяточку. И вот таким вот образом мы, получается, нашли. Сейчас мы с вами сумму только этих посчитаем. 45 человек на Фейсбуке с помощью разных фитераций. То есть все надо обязательно знать. Естественно. Я вижу ваш вопрос. Сейчас я его прочитаю, углублюсь чуть поподробнее. Пока я вас еще раз приглашаю. На наш курс «Продвинутый сорсинг 3.0». Мы стартуем 20 ноября. Совсем скоро. У нас очень интенсивная программа. Это 4 недели. Вы будете сорсить так же и даже лучше намного. Посмотрите, прочитайте, кому подходит этот курс. Если вы находите себя, приглашаю вас обязательно. Если у вас будут вопросы, задавайте. Мы с радостью, я и моя команда, ответим вам. Выбирайте для себя более подходящий вариант обучения. У нас более 27 уроков. У нас вообще 45, я считала, разных видеофайлов, которые вам помогают разобраться в теме. Здесь вы можете познакомиться с огромным количеством отзывов с разных потоков. Мы сейчас их тоже обновляем, так как недавно выпустили. И, собственно, приглашаю вас выбирать все следующие тарифы. Сорсер-эксперт. Про сорсер. Про сорсер. Самый оптимальный тариф. Это с проверкой домашек, с дипломом о повышении квалификации государственного образца, с бонусными уроками, с доступом к отдельному чату со мной, где я тоже буду отвечать вам на вопросы. Это семь дополнительных уроков, это урок по коммуникации и блок по международному рекрутингу, проверка, естественно, всех домашек. Сорсер-эксперт. Тоже очень классный тариф. Вы также можете участвовать на всех хакатонах в живом формате, потому что помимо уроков, которые у нас есть в записи, с презентациями, с практически домашними заданиями, у нас есть еще и хакатоны каждую пятницу в 18.00 по Москве. На час-полтора, иногда даже на два мы с вами садимся и разбираемся во всех деталях. Вы сорсите по вакансиям друг друга, я даю каждому, абсолютно каждому обратную связь по вашим вакансиям и по созданным сорсинговым стратегиям, блин-запросам вашим. Отправляю нам в чат ссылку, поэтому кто еще не присоединился, присоединяйтесь. 20 ноября, мы закончим с вами 20 декабря, прям аккуратно к концу этого года. Завершите этот год с пользой, приятно. Очень буду рада вас, каждого из вас видеть. А пока давайте отвечу на вопрос, вопрос в чате. По программистам 1С, офис МСК прорабатывал LinkedIn месяц, поиск внутренний и Google X-Ray. Программистам 1С лучше искать не в линке, лучше их искать, во-первых, в HeadHunter, в Хабберкарьере. В Telegram, естественно. Вот, ВКонтакте, внутренний фильтр, отлично. А ХХ смотрит сам заказчик, отлично. Три кандидата получили офферы, но отказы прикупают либо внутри, либо другие компании, хотя билка хорошая. Использую в основном бесплатные ресурсы, кроме публикации вакансий. Как бы еще искали, можете попробовать. Татьяна, на самом деле, я думаю, что здесь вопрос не в сорсинге. Если вы уже прорабатываете все от и до, то вопрос в коммуникации с заказчиком и в коммуникации с кандидатами. Это отработка возражений. Это работа с аналитикой. Важно посмотреть на вашу воронку, где у вас эти кандидаты оттекаются, куда они дальше переходят и так далее. Поэтому я уверена, что здесь вопрос не в том, где вы ищете, а в том, как вы дальше коммуницируете и с кандидатом, и с заказчиком, для того, чтобы они дальше не переходили к другим компаниям, а именно вот здесь вопрос, видимо, в отказах от офферов. Потому что три оффера – это уже довольно хороший результат, я бы сказала. Вопрос. Где лучше всего искать системных аналитиков и вилка до 300 гроз? Очень избалованные аналитики стали. Ну, аналитиков я на самом деле… Ну, HeadHunter – это понятно. Да, ВКонтакте очень хорошо закрывается. Это Telegram-чаты. В Telegram-чатах важно прямо общаться с ними, находить их контакты, находить, о чем они общались, переходить в личные сообщения, общаться там. У меня также есть, например, небольшой лайфхак. Я раньше писала системным аналитикам, бизнес-аналитикам в WhatsApp. Если я нахожу их номер телефона в открытых источниках, то я им писала в WhatsApp. Вот. Поэтому здесь ВКонтакте очень хорошо у вас работает. Это Хаббер Карьера хорошо сработает. Если у вас более-менее международная там компания, международный поиск, то и LinkedIn можно подключить. Карина. Какие площадки посоветовали для руководителя арбитражной команды «Сверкрипто», «Форекс», «ПДЛ», «Беттинг», «Гэмблин», «Телеграм-чаты», «Дискорд-каналы», «Чаты». Вот это вот прям про них максимально. Возможно, на VC можно еще поискать. Какие слова, синонимы для поиска подсказали? Руководитель арбитражной команды. Ну, на самом деле, посмотреть арбитраж, как можно еще написать. Но здесь особых синонимов нет. Просто руководитель, посмотрите, попробуйте разными способами написать синонимы. Арбитраж оставляйте, арбитраж поставьте в конце звездочку, чтобы можно было там руководитель, арбитраж или какое-то окончание. Они сами могли, Google сам мог предугадать это окончание. Вот, поэтому попробуйте, попробуйте таким образом. Плюс нужно, естественно, разобраться в сфере, в сфере криптофорекс, «ПДЛ», «Беттинги», «Гэмблинга», да, что там является самым важным. Я поделюсь тоже, прочитаю. Мне очень важно всегда ваши отзывы, очень ценно. Спасибо, Езеля, покупала много обучения разных на разные направления, не только подбор, ты единственная, кем я довольна и кого рекомендую. Спец своего дела, а не инфо-цыган. Спасибо большое. Да, смотрите, по поводу, Карина, по поводу вот этого арбитражного, да, по-моему, у меня есть несколько... Слушайте, на самом деле, вот я сейчас ищу просто по своим каналам. Они есть везде, в зависимости от того, кто вам нужен. Руководитель арбитражной команды, это же, получается, команда разработки. Поэтому я думаю, что там можно в том числе попробовать найти его в чатах разработки. Я знаю, что в «ПДЛ» есть какой-то чат. Сейчас я тоже попробую посмотреть. А, ну, собственно, вот здесь можно, например, разместиться сейчас и посмотреть, пообщаться, возможно, с людьми еще. Вот здесь, «Криптохэдхантер». Единственное, это канал, это не чат, да, но можно в контакты зайти этих людей, кому нужны такие люди, да, и пообщаться еще с ними. То есть если совсем нет пока такого достаточного понимания. Плюс у них ведь есть свои какие-то каналы. То есть можно вот зайти в какие-то блоги компаний, и наверняка у них есть какие-то люди, которые являются лидерами и ведут свои соцсети, которые как раз могут подсказать, 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 какие есть чатики. Так. Вот на конференциях, кстати, можно посмотреть. О, вот, конференции поищите. Карина, поищите конференции, которые вам интересны, в каком языке вам интересно. Вот, например, да. И там уверена на 100%, что люди выступают те, которые как раз эксперты в этом. И если эта позиция близко к SEO, то 100% там можно будет найти. Хотя бы как минимум пообщаться с такими людьми. Ну что, спасибо вам большое за вашу активность, за то, что были со мной. Приглашаю вас на продвинутый Sourcing 3.0. Начинаем 20 ноября. Увидимся там или увидимся на наших катонах и на следующем Sourcing Stream'е на следующей неделе. Все. Всем пока-пока.